Приветствую сердечно, братья и сестры, в этот день. Сегодня замечательная тема, награды, проповедь Евангелия. Я хочу перед молитвой поразмышлять над одной главой Евангелия от Иоанна. Это девятая глава, и тема сегодняшняя будет называться «Дела Божие», если можно включить. Дела Божие. И вот интересно, что первая глава, вернее, первый стих девятой главы Евангелия от Иоанна, он начинается с таких слов «Проходя, увидел человека слепого от рождения». А до этого в восьмой главе, восьмая глава заканчивается тем, что Иисуса хотели побить камнями. И вот он шел, потом дальше вот, дальше события происходят, он «Проходя, увидел человека слепого от рождения, и ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Интересно, что ученики не стали спрашивать, в чем причина того, что он слепой от рождения. Они сказали сразу, они как диагноз сказали, кто согрешил, или он, или родители. Вот один из двух ответов этих должен быть правильный. То есть они сказали, что он слепой от рождения согрешил. Было такое даже течение пифагарианцев, которые говорили, что вот душа, она бессмертная, и она может согрешить до рождения. Вот такая идея была. И видно, они тоже были подвержены этой такой ереси. И вот они говорили, или он, или родители его. То есть у них четко был поставлен вопрос, кто согрешил. И вот эта тема греха, она идет сквозь эту всю главу. Интересно. Вот дальше Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божие. То есть он еще в другом периоде записан, что это для того, чтобы совершать дела того, кто послал меня. И то есть Иисус сказал, что причина совершенно в другом, того, что он слепой от рождения. Или наоборот, он слепой от рождения, и это для того, чтобы явились дела Божии. Вот для этого, для этой цели. И дальше мы читаем, Иисус пишет, «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». То есть он говорит, что вот этот отрезок времени с утра до вечера, он сравнивает с жизнью. То есть важные дела. Вот в это время, в течение нашей жизни нужно творить эти важные дела. От рождения и до того времени, когда мы уйдем из этой жизни земной. И вот он подчеркивает на этом примере, мне очень понравилось. То есть добрые дела, важные дела, или дела, которые необходимы для того, чтобы прославить Бога. Вот тот, которого послал Иисус. Поэтому Иисус дальше говорит, «Да коли я в мире, я свет миру». И сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Вот такая вот история, первая часть истории. Интересно, что в XIV веке тоже подчеркивали эту историю. И во все времена христианской нашей эры эту историю исцеления слепого от рождения. Это изображение XIV века. Оно такое графическое, почти как комикс. То есть в левой части Иисус мажет этого человека, а в правой он уже бросает посох и видит, смотрит и прославляет Бога. Еще вот тоже есть похожее изображение. Чуть попозже это уже православная такая живопись. Он мажет, и там в правой части он умывается. И тут интересно продолжение этой истории. «Тот соседей, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него, он же говорил, это я». И почему говорили, похож на него? Потому что действительно человек-то изменился, он был слеп, у него было другое выражение лица, а тут что-то, какое-то преображение произошло. И дальше читаем. «Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал им в ответ, человек, называемый Иисусом, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Это первый раз спросили этого ученика, но мы увидим, что много раз спрашивали этого ученика, хотели убедиться действительно, как это произошло, действительно ли это правда. И дальше мы читаем. «Тогда сказали ему, где он?» Он отвечал, «не знаю». «Повели его сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота». Это тоже ключевая такая фраза. «Это все произошло в субботу, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи». То есть суббота, Иисус понял, что в субботу нужно творить эти важные дела, потому что по закону неотложные дела можно сделать, то, что безотлагательно что-то сделать, в субботу можно сделать, как исключение, потому что это неотложные важные дела. И вот Иисус, Он понял, что вот эти важные дела – это сделать доброе. Он проходил мимо человека слепого от рождения, и Он решил в субботу прославить Бога, сделать то, что повелел Ему Бог, и исцелить этого человека. И дальше, то есть вот интересная картина, это картина Сурикова, передвижника. Здесь показан Иисус со спокойным лицом, Он смотрит на нас, Он смотрит и вот на этого человека, положил руку, и как бы сам процесс исцеления слепорожденного, что человек, что-то произошло в нем, в этом человеке, вот хорошо очень показано. Но вот дальше, если мы читаем в 15 стихе 9 главы, спросили Его также и фарисеи, то есть спросили слепорожденного, бывшего, как Он прозрел. Он сказал им, и опять Он повторяет то же самое, брение положил на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса, и была между ними расприя. Люди спорили, то есть не может быть, это чудо, это от Бога. И другие говорили, что это неправильно, потому что не творил субботы. А Иисус как раз подчеркнул, что в субботу нужно делать дела Божии. Если неотложное дело такое или доброе, то нужно делать. Опять говорили слепому, ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи. Он, этот бывший слепой, сказал, это пророк. И вот интересно, что вот этот человек слепорожденный, когда все это сделал, он почему-то понял, что этот пророк, во-первых, это тот, кто передает слова Божии людям. И он понял, что это тот, который передает вот эти важные истины, вот должен передавать, или вот это он почувствовал. Но они не поверили. Дальше, вот с 18 по 22 стих, там говорится о том, что они опять спрашивали у родителей его. А если ты последователь Иисуса, или как-то ты хорошо относишься, то тебя обязательно должны отлучить от синагоги, и там об этом говорили. Они спрашивали у родителей, они уже сказали, он в совершенных летах, поэтому спросите у него. И они подошли к нему, и так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, вот интересные слова, мы знаем, что человек тот грешный. То есть они заранее назвали Иисуса грешником. И вот эта тема греха, она будет повторяться еще дальше, и она не случайна здесь. Он сказал им в ответ, то есть вот этот бывший слепой, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверст очи твои. Он отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его. А мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Вот так сказал этот человек. А они что ответили? Они опять сослались на этот термин, на обвинение во грехе. Сказали ему в ответ, «В грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. А мы знаем, что Давид в своем псалме писал, что «В беззаконии зачаты во грехе родила меня мать моя». То есть все во грехах. Но они подчеркнули, что ты родился во грехах, и ты не можешь нас учить. И выгнали его вон. То есть сказали ему, что во грехах. То есть опять вот эта вот последовательность греха и слепота, вот причина твоя. Но интересно, что они, когда они говорили о грехе, то есть фарисеи, вот эти вот обвинители или судьи, они говорили о грехе, на что они говорили? На дела Божьи. Они назвали это грехом. На неотложные дела, то, что в субботу делал Иисус. И исцеление слепорожненного, они все это назвали грехом. То есть обвинили. А у Иисуса была главная цель. Мы понимаем из этой истории, из всего Евангелия, что у него главная цель – это совершать дела того, кто послал меня, он сам сказал. То есть распространение благой вести. У него целью не было просто исцеление, просто какое-то дело. Но ему важно было культивировать или сказать истину, чтобы в людях произошли эти изменения. Метаморфоза. Точно так же, как у этого слепорожненного, произошли глубокие изменения. Это как бы показано как иллюстрация. И вот дальше, если мы читаем с 35 стиха, Иисус, услышав, что выгнали его, вот этого человека, вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, что мне веровать в Него?» И вот Иисус интересную фразу сказал. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми». Вот такую фразу интересную. То есть невидящие, вот духовная такая слепота, стали видящие, а видящие, то есть в кавычках видящие на самом деле, они поняли, что они невидящие, ничего не видят. То есть невидящие – это нуждающиеся во Христе, а в кавычках видящие – это самонадеянные. Мы без Христа обойдемся. То есть нет никакой необходимости, потому что все открыто перед нами. Мы видим всю нашу жизнь. Все ясно. Зачем Христос? Какие-то правила, какие-то поучения. Для чего это нужно? Вот это он назвал «видящими» в кавычках такими. Услышав это, некоторые из фарисеев, они, конечно, поняли, что Иисус говорит о духовном. Бросив бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Вот и фарисеи поняли, что он говорит о духовном. И они задали этот вопрос, «Неужели и мы с таким опытом духовным слепы?» Наверняка они надеялись на то, что Иисус скажет, «Ну, я же не про вас говорил, я говорил про тех, кто невежественный, кто не знают, кто в заблуждении, в каких-то ересях, но ни в коем случае про вас». Но Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». То есть вот то, что они обвиняли, вот видящие, они называли Иисуса грешником, оспаривали это чудо, призывающих отлучали от синагоги, вот это все, он говорит, все это на вас, вы обвиняете вот эти вот дела Божьи, и вы называете грехом, то есть все это как раз работает против вас, и грех остается на вас, об этом говорил Иисус. И вот два вывода, которые я хотел бы сказать из этой истории, интересной, поучительной, мы только вскользь ее рассмотрели. Первое, что пока мы живем, мы должны совершать дела того, кто послал Иисуса, подражая Иисуса. То есть и этот отрезок – это наша жизнь. Он говорит, эти дела – это распространение Евангелия и добрые, неотложные дела, что касается помощи другим. И следующий вывод – это, когда мы осознаем свою полную зависимость от Христа, от Бога, и доверяем Ему, что очень важно, то есть зависимы, мы чувствуем зависимость, и доверяем Его словам, то мы действительно настоящие видящие, то есть мы все видим, духовное зрение, судим духовно об этом, а не те, которые в кавычках называют видящими, то есть самонадеянными. И будем эту историю использовать для своей вот такой практической христианской жизни. Аминь. Помолимся. Господь, благодарность, слава Тебе за то, что Ты есть, за то, что Ты, Господь, в своей жизни здесь, на земле, Господь, вот в этом коротком отрезке времени, Господь, Ты распространил свою истину, Господь, Евангелие, и благодарность за то, что мы сейчас, основанием для нашей жизни является Евангелие. Благослови каждого из нас, Господь, уповая на Тебя, прославлять Тебя, Господь, и совершать эти добрые дела во славу Твоей, Господь, и распространять Евангелие. Благослови, дай мудрости, спокойствия, мир, жить этой христианской жизнью, которую Ты показал нам. Слава Тебя, Отец и Святой Дух. Аминь. Слава Тебя, Отец и Святой Дух.